Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала «Процветок». С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы хотим показать вам, как можно спасти урожай смородины, когда она уже начала созревать, а болезни и вредители как раз накинулись на нее несчастную. Пожалуй, нет ни одного сада, где бы не рос хотя бы один-два кустика черной смородины. Это самый доступный, самый неприхотливый источник витамина С в нашей широте. Потому что, пожалуй, ни одна другая культура, которая растет, способна произрастать у нас, не накапливает столько этого жизненно необходимого для нас витамина. К сожалению, на этот витамин есть и другие потребители, в частности, это тля. Если вы не успели вовремя обработать свои кусты смородины от тли после цветения, то она способна остановить рост и изуродовать прирост, то есть молодые однолетние побеги, практически всему кусту. А ведь будущий урожай будет закладываться именно вот на этом однолетнем приросте, не только на прошлогодних ветвях. Таким образом, тля может существенно нанести урон нашему урожаю. Что же мы можем сделать? Сейчас вы можете видеть, что смородина начала созревать. То есть такие препараты, как актора, биотлин, командор или конфидор, калипсо, мы применять уже ну никак не можем. Иначе пользы нам от этой ягоды не будет никакой абсолютно. И здесь нам остается только народные средства, либо биопрепараты, типа фитоверма, аверсектина, октофита, либо битоксибацилин, либо классические содово-мыльные растворы. Но следует помнить, что при их применении нужно наносить рабочий раствор как можно тщательнее, сильней струей, чтобы она обязательно попала на тлю. Но бывает так, что тля уже настолько сильно повредила, что даже убив ее, мы не можем исправить ситуацию. Побег остановил рост. В таком случае нам придется применять хирургию. Сильно поврежденные верхушки, на которых уже отмечены признаки отмирания, то есть почернения, молодые листики не образуются, а становятся желтыми, а то и коричневыми, мы срезаем поврежденные верхушечки и уничтожаем, сжигаем, либо закапываем глубоко в компост. Второй напастью, который поражает наши кусты, являются различные листовые пятнистости. Как и у других растений, размер ягод у смородины зависит от того, как хорошо они снабжаются питанием. А питанием их снабжают не только корни, но и листья. Ведь все пластические вещества, то есть то, что мы с вами употребляем в пищу, вот эти ягоды, они синтезируются именно в зеленой листовой пластинке. И если на листях появляется антракноз, либо другие пятнистости, соответственно, растения начинают голодать. Здесь нам могут помочь только биопрепараты. Например, фитоспорин. Обрабатывая им регулярно, еженедельно наши кусты смородины, мы можем сдержать не только антракноз, но и другие неприятные болезни. Можем поддержать очень хорошо состояние наших кустов. Также помогают обработки такими проверенными народными способами, как использование молочной сыворотки. Она, образуя тонкую пленку на поверхности листа, и благодаря содержанию в сыворотке белков и минеральных солей, препятствует развитию листовых пятнистостей. Сыворотку разводим в соотношении 1 к 9-10 литрам воды. Опрыскиваем также вечером, чтобы препарат успел распределиться по листу, впитаться и подействовать. Но, как и все препараты, помним, что обрабатывать ими нужно часто, потому что у биопрепаратов срок действия небольшой, и они поверхностные, контактные, легко смываются. Из вредителей, пожалуй, после тли больше всего смородине вредят различные пилищики. Иногда мы видим, что ягоды в большинстве своем еще зеленые, либо бурые, и одна вдруг созревшая, радостная, мы бросаемся сорвать эту ягодку, а там квартирант. Это работа именно насекомого вредителя. Здесь нам помогут только битоксибацилин, препараты именно от этого типа насекомых. Обрабатываем смородину еженедельно. В вечернее время после дождей обработку повторяем. При сильном поражении вредителями не забываем поврежденные части срезать и уничтожать. После проведения защитных обработок, особенно после удаления части веток, растение необходимо поддержать и материально. То есть сейчас во время созревания урожая смородине, как и другим растениям, очень необходимо хорошее сбалансированное питание и равномерный достаточный полив. Поливайте смородину хорошо, изобильно, но не часто. Лучше пролить ее один раз в неделю, в полторы недели, вылив на один метр квадратный 3-4 ведра за 2-3 приема, нежели поливать по чуть-чуть каждый день. Потому что при таком поливе, когда вы выливаете немножко, промачивается только верхний слой, до корней доходит мало. В жаркую погоду, пожалуйста, не забывайте не только поливать, но и эмульчировать после полива свои кусты смородины. Это поможет им быстро восстановиться после уборки урожая, заложить хорошие цветковые почки и порадовать на следующий год вас отличным урожаем витаминных ягод. Заботьтесь о своих растениях, проводите обработки и подкормки своевременно. И помните, что лучшая защита – это профилактика. Не допускайте появления на кустах вредителей и болезней. И поверьте, ваш урожай всегда будет здоровым, экологически чистым и изобильным. Процветание вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok